На меня, в каком я виде пришла, наделала дизайнов, потому что девчонки не хотят делать дизайны. Я говорю, где ваша кутибула, что вы с ней делаете, научите. Я прочитала ваши комментарии, спасибо девчонке, что поддерживаете меня, пусть она тоже подумает о дизайне. Настюха говорит, такой свежий воздух пахнет снегом. Доброе утро, смотрите, как я утеплила сегодня. На улице 8 градусов, холодный рига, такой ливень вчера был, резко так похолодало вечером, поэтому у меня утеплилась. Ноутбук, Макс, как я тебя утром отвезу с ноутбуком, что-то не тащила, мне так жалко убедить, пускай дрыхнет сегодня у всех выходных. Осень пришла, самая настоящая, даже капюшон надела на меня, в каком я виде пришла. Мокрые дожди там, камни до сих пор не помыл. Кто заходит, надо думать, что это у нее камни в прихожке лежат. Все, раздеваюсь, переодеваюсь, готовлюсь к работе. Захожу, первым делом сразу в туалет смываю, потому что запах стоит. Непонятно, почему-то вода то ли поднимается откуда, то ли что, я не пойму. Ухожу, все чисто, нет никакого запаха, прихожу сюда, утром опять стоит запах канализации. Смотрите, вчера наделала дизайнов, потому что девчонки не хотят делать дизайны, а так хоть что-нибудь. Вот я за них деньги не беру, просто топ с этими точками, либо вот такой вот каля-маля сделать и сюда слайдер наклеить, вот такие липучки, вот такое вот. Но я не беру за эти деньги дизайны, но они почему-то не хотят. А мне неинтересно, мне нужно что-то в видео выкладывать. Я решила поставить поближе часы, чтобы я могла контролировать скорость своей работы и ускоряться, когда буду чувствовать, что я засиживаюсь с какой-то заковыркой. Я буду смотреть на время и понимать, что мне нужно ускоряться. Но вот с этими проводами я не знаю, куда мне их поставить, эти часы. Они же у меня шлепнутся, я же это знаю. Вот так что ли, облокотить. А, все, поняла. Я вот так делаю, вот так раз и вот так. Все, отлично, пусть так стоят. Сейчас буду крепить камеру и тоже поснимаю сегодняшнюю работу. Но вот для такого френча с пудрой они хорошо относились, я имею в виду кончики, что они ничего не отколыли. Дизайн придумали какую-нибудь? Я вам такая вот такая сна. А, белый, да, вот я там что-то пыталась сделать. Ну ладно, раз уж уходишь, тогда возьми на прощание жилетку. Уложилась в 2.20 и то, если бы мы так усердно не согласовывали, как приклеить эти ленточки и полосочки, то быстрее бы за 2 часа уложилась. Потому что пока мы согласовали, как, в каком направлении, в какую сторону их приклеить. Потом я покрывала двумя слоями топа. Вот, это как немножечко подзадержало меня. Вот, а так уже скорость моя немножко увеличивается. И я засекала сегодня время, и я поняла, что большую часть времени я теряю на снятии материала. Представляете, казалось бы, да, что там снимать материал, по-моему, самая быстрая должна быть процедура. Но нет, я пока сниму фрезой и все равно оставляю очень много для работы пилкой. А пилкой уже все конкретно уже дорабатываю, снимаю, опиливаю форму. Ну, у нас еще был сегодня переход формы из квадрата в миндаль. Ну, такой овал-миндаль. Вот, много теряю времени именно на снятии материала. Маникюр у нас сегодня быстро, потому что кутикулы вообще нет. Я говорю, где ваша кутикула, что вы с ней делаете, научите. Вообще нет ее. Она говорит, у меня никогда ее не было, говорит. Вот, вот, все, что есть. Поэтому на одной руке даже что-то где-то обрезала на правой руке, а на левой вообще ничего, даже резать нечего. Вот, насколько я смогла, почистила, подняла и просто шариком. И получается у меня перерыв в 40 минут. В 40 минут сижу бездельничаю, хотя могла бы, что бы я могла бы. Я уже есть хочу. Сейчас, получается, если время уже, время без 20 час. Сейчас пока я ее отпущу где-то, ну, где-то 2-2,5 часа я вообще с голоду буду умирать. Сейчас, наверное, мой живот будет урчать громче, чем аппарат. По поводу аренды. Я прочитала ваши комментарии. Спасибо, девчонки, что поддерживаете меня, что мне пишите какие-то советы, что вы обсуждаете вместе со мной эту тему. И я понимаю, что это гиблое дело. А если я пойду туда одна, ну, я говорю сейчас только про себя, если я пойду туда одна, даже если они мне дадут этот месяц бесплатный, то этот месяц квартира будет стоять, а за нее мне тоже нужно платить ипотеку. Эти девчонки, которые здесь у меня, неизвестно, пойдут они туда или нет, потому что расстояние приличное. 15 минут надо идти. Не многие хотят идти 15 минут, хотя я за своим мастером на другой конец города езжу. Про леснички говорю. Вот. И не знаю, как они вообще пойдут или нет. Посижу я там месяц. Там, соответственно, цены будут уже другие. Потом, если ничего не получится, опять сюда. Ну, в общем, такая себе, знаете, перспектива. Поэтому думаю, вот правильно кто-то написал, плывите по течению, вот как есть, так пока пускай будет. Думаю, ну, это будет правильней. А там уже и хозяйка, может быть, созреет. Чего, 8 месяцев кабинет пустует. Пусть она тоже подумает над этим всем. А, и она настолько, не знаю, ей этот бизнес нужен или нет. Я спрашиваю у мастера, я говорю, а что табличка-то? У вас же раньше была какая-то вот вывеска, там парикмахерская была написана. А где, куда она делась? Она говорит, пришла проверка, сказали убрать несогласованная вывеска. Должны быть специально согласованные по регламенту какие-то вывески, горящие там, ну, что-то такое. Она не хочет этим заниматься. Вы понимаете, да? Она не хочет этим заниматься. Ну, может быть, у нее какой-то другой есть источник дохода, что вот это вот дело уже ей неинтересно. А, и еще, я бы могла поднять их салон, я бы могла завести инстаграм, я бы вела инстаграм, я бы привлекла им клиентов, ну, я бы вообще, если бы она хоть чуть-чуть согласилась бы туда вложиться, там можно было бы обновить мебель, можно было бы сделать рекламу, можно было бы завести инстаграм. Ну, место у нее хорошее. Почему она так опустила руки и вообще не занимается своим салоном? Хотя, по-первых, она сама стригла. Она была, вот эта Стелла была, и еще была девушка, которая ушла в другой салон, я у которой стригусь, она там, она ушла от них. Она, говорит, там, во-первых, и у хозяйки, говорит, какие-то заскоки бывают, и, во-вторых, там душно, она кондиционер даже ставить не хочет. Вот, ну, как бы, зная все это, я не думаю, что я бы с ней сработалась. Хотя она мне говорит, вот ты мне 20 тысяч в месяц плати, я тебе дам ключи и делай там, что хочешь. Вот, даже при таком раскладе я бы не смогла, наверное, с ней работать, поэтому мне здесь лучше. Мне, наверное, легче будет найти сюда напарницу, девочку какую-нибудь, которая делает либо ногти, либо реснички, либо еще что-нибудь. Вот, наверное, вот в эту сторону как-то надо работать, которая будет мне те же самые, там, ну, 10 тысяч хотя бы платить мне аренду, вот, и работать здесь. На месте все. Все, место. Придумали, что будем делать. Да. Только убой, наверное, не будет розовым. У нас гелем было, да, приклеили? А, почему, пожалуйста, вот это. Да, да. Какие-то зайка, собачка моя. Я закончила. Убегаю. Слышите? Это ветер так шумит. На улице очень сильный ветер. Я так замерзла. А то я говорила, что здесь жарко, душно, а теперь здесь очень холодно. Отопление не включила. Еще, конечно же. И здесь можно просто замерзнуть. Хорошо, что я в курточке. Она вот такая, видите, пушистенькая внутри. И в ней очень тепло. Сейчас капюшон натяну и побегу. Голодная. Я надеюсь, что дома есть какой-нибудь горяченький супчик. Так хочется жидкого. Низкого. Все, помчалась. Дождик идет, и солнышко светит. Так прикольно. Вчера такую радугу красивую фотографировали. Вот здесь вот в наших районах. Там вот тучи такие. А там солнышко. Как дома тепло. Как дома вкусно пахнет. Супчик подогреваешь? А? Да. Кто-то куртку достал. Кто-то замерз. Домой зашла. Солнце вышло. А дома супчик. Такой вкусненький, овощной. С курочкой. Кто тебе распапогирался? Бросил овощи замороженные в воду в бульон. Я старался, нарезал, нарезал. Мы на ночь глядя собрались в магазин. Что-то у меня так дурно дома. У меня лицо красное. Такое ощущение, как будто температура и такое болезненное состояние. Мы решили воздухом свежим подышать. Ой, как хорошо. Лицо проверьте. Не, как будто дома кислорода не хватает. Давай, давай, ну, точа. Держите. Мы, короче, до пятерки сейчас пройдемся. Прогуляемся. Настюха говорит, такой свежий воздух пахнет снегом. Я говорю, такое холодное, что аж пахнет снегом. Да, снегом. Чуть-чуть чебуреками. Чебуреками пахнет. Я где-то в каком-то доме была. Мы идем за фаршем. Сейчас возьмем муки, возьмем фарша, возьмем бананов и придем дома, сделаем чебуреки с бананами, с фаршем. Да. Я с сегрой. Ой, нашла сегру. Короче, я сегодня промерзла и, наверное, я заболела. И сегодня там сидела мерзлой, что-то прохладно было. Вот есть дома мясорубка. Возьми мясо, разморозь да перекрути. Так нет же, надо разморозить, надо накрутить, потом все помыть. Легче до пиджанки дойти. И взять фарш готовый, размороженный уже. Еще бы тесто продавалось. Чебуреки готовы. Кстати, вон там, на втором этаже, домино тоже. Мне кажется, они сдают место. Место мастера маникюра. Драндулет свой ставь. Настя, сможешь выдернуть? У тебя много сил. Давай. Молодец. Кукуруза сладкая, свежая. 7 рублей за 100 грамм. Макс взял 4 штучки. Сейчас взвесит. Посмотрим, сколько. Весов на кассе только взвешиваю. Что, взял? Возьми 4 штучки. Мне сейчас так плохо стало в магазине, как начало трясти. Я аж чувствовала, как у меня коленки трясутся. Такая слабость. Вот как бывает, когда голодный, что ли. Но хотя я не голодная. Может быть, сахар... В уровне глюкозы. Да, сахар упал или что. Макс взял. Пепси открыл. Выпила. Сейчас по дороге банан съела. Легче стало. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!